На аудиторный стол можно положить однородную дощечку. Центр масс, который, как видно из ее подвешивания, находится в середине. Укладываем дощечку таким образом, чтобы ее центр масс располагался точно на линии, проведенной мелом вдоль аудиторного стола. Если теперь нанести при помощи деревянного молотка удар в центр масс палочки вдоль нарисованной линии, то мы видим, что центр масс палочки при ее скольжении по столу будет двигаться вдоль этой линии. Если нанести удар теперь в стороне от центра масс, то дощечка, скользя по столу, вращается, а центр масс по-прежнему движется вдоль нарисованной линии. Теперь можно утяжелить один из концов дощечки, привернив к нему небольшой грузик. Вновь посмотрим, где находится центр масс. Подвесим дощечку за крючок, привинченный как раз там, где находится центр масс, убедимся, что она висит в горизонтальном положении. Теперь поместим дощечку на стол вновь таким образом, чтобы центр масс оказался на линии. И нанесем удар. Мы видим, что дощечка движется поступательно, не вращается, а центр масс движется вдоль этой линии. Теперь повторим этот опыт еще раз, но нанесем удар уже в стороне от центра масс. Дощечка вращается, но при этом центр масс все-таки движется вдоль этой прямой нарисованной линии, вдоль которой наносился удар. Особенно хорошо это заметно при замедленном воспроизведении опыта. Вот удар наносился сейчас в центр масс. Дощечка скользит, не вращаясь. А теперь удар в стороне от центра масс. Центр масс движется по прямой, но дощечка при этом вращается вокруг центра масс.